Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала! Сегодня речь пойдет о вот этом замечательном кустарнике, это розмарин. У меня тут знакомая постоянно задает вопросы. Игорь, какую почвосмесь ему купить? Игорь, торф ему нужен или не нужен при посадке? Игорь, какие удобрения ему нужны? Я отвечаю просто, ничего кроме песка и камней розмарину не нужно. Это конечно так немножко утрировано. На самом деле розмарин действительно он любитель бедных почв. Поэтому если вы действительно решили выращивать розмарин, пойдите на какую-то такую среднестатистическую городскую клумбу, в которую никто не улучшал землю, наберите там эту землю, добавьте туда песок, добавьте туда камней, действительно камней. Вот у меня здесь фактически получается бедная песчаная почва, но вот здесь закопано огромное количество строительного мусора, щебень какой-то. И как видите, куст прекрасно себе растет. Никаких удобрений ему вообще категорически не нужно. Ну, вы можете верить, можете не верить, но как видите, куст достаточно большой. Этому кусту три года всего лишь. По большому счету ему даже полить не нужен. Но здесь он растет на общей клумбе, поэтому, конечно, вокруг него растения, ему шмула тут вот рядом и акебия растет. Они поливаются регулярно, поэтому, конечно, что-то ему достается. Но напрямую фактически я его не поливаю. Самый главный вопрос, конечно, не столько даже выращивания розмарина, а вопрос зимовки. Ну, если в Крыму, скажем, на южном берегу он зимует совершенно спокойно, без всяких укрытий, то здесь, ну, я сомневался. Но, тем не менее, вот этот куст уже две зимы перенес. Ну, первую зиму, да, я тут три года живу, первую зиму он был укорененным черенком, небольшим саженцем, зимовал, конечно, в доме, в холодном помещении, но светлом, в доме. Потом я его высадил в открытый грунт, первую зиму здесь в открытом грунте, я его укрыл агроволокном. Кустик был еще небольшой, морозы были минус 20, причем, ну, так, где-то неделю они держались, насколько я помню. Укрыл агроволокном. Агроволокно не толстое, ну, в два слоя сложил, в принципе, перенес зиму фактически без потерь. Ну, эту зиму, зима была теплая, минус 10, по-моему, два дня было, и, в принципе, я его ничем не укрывал, он вполне нормально перенес. Есть у меня и второй куст, вот, посмотрите. Он перезимовал одну зиму, но, повторюсь, зима была достаточно теплая, перезимовал без потерь. В чем смысл, как мне это удается, пока удается, во всяком случае. Они посажены под южными стенами, то есть, сюда постоянно светит солнце, и с севера, и тот, и другой куст, закрытый вот стеной дома, а в другом случае стеной сарая. То есть, по максимуму получают тепло. Имейте в виду, если вы хотите высаживать розмарин в открытый грунт, ну, конечно, не под каждый климат он подойдет. Вот юг Украины, в принципе, возможно, как показывает мой опыт. Ну, по крайней мере, пока. Посмотрим, зимы бывают разные, вполне возможно, что, развиваясь несколько лет, он, в конце концов, погибнет. Какая-нибудь экстремальная зима будет. Может быть. Поэтому, каждый раз, оставляя здесь его в открытом грунте, я один саженец оставляю обязательно про запас, и зимует он у меня в помещении. Ну, вдруг, вдруг, мало ли, чтобы у меня всегда оставался саженец, для того, чтобы продолжать с ним всякие эксперименты. Очень важно розмарин зимой не трогать. Почему? Потому что вот эти ветки становятся очень хрупкими. Ломаются. Вот буквально кот прошел, потерся об него немножко, она может сломаться. Ветки очень хрупкие. Поэтому вот старайтесь как-то к нему не прикасаться, и как-то мимо него даже не ходить. Вот здесь у меня на дорожку вылазит. Лучше его сейчас чуть-чуть подстричь, чтобы дорожка была свободной, чтобы я его не задевал. По поводу подстричь. Я его стригу, в принципе, регулярно. Ну, так, подрезаю кончики, там, на какие-то минарные вещи использую. Но не сильно такой куст большой, куда его столько. И я его на зиму обстригать не буду. Вот это его размер такой, он как бы служит дополнительной защитой самому розмарину от мороза. Ну, а опять же, зима будет, бог его знает какая, вполне возможно, что зима внесет свои коррективы, где-то что-то подмерзнет. Уже весной, когда морозы прекратятся, я уже посмотрю, что обрезать, что оставить. Так, что еще? Ну, если вы решили выращивать его все-таки как домашнее растение, имейте в виду, вот такие вот мясистые, плотные, жесткие, жирные, такие, я бы сказал, листья и побеги вряд ли вы получите. Поэтому, если выращиваете в доме в качестве комнатной культуры, обязательно старайтесь все-таки на лето выносить его на солнце. Вот что любит розмарин, так это солнце. Прямое, открытое, жаркое солнце. Выносите его на балкон, выносите на улицу куда-то, перевозите на дачу или каким-то знакомым ставьте его. Тогда он у вас будет жирным, таким сочным. Если вы будете выращивать даже на каком-то солнечном балконе, но застекленном, вы не получите этого эффекта. Будут, как правило, длинные такие побеги, вытянутые, а листочки будут тоненькие, в общем, светло-зеленые, жиденькие такие. Вот такой вот мощности и красоты вы не получите. Мне тут недавно написали, что в Ленинградской области зимует розмарин с легким укрытием и цветет. Ну, я, честно говоря, не верю. То ли человек спутал розмарин с чем-то другим, то ли насчет легкого укрытия слукавил. Ну, не знаю. Это... Я попытался с ней выяснить, как-то она молчит, не отвечает больше. По поводу цветения розмарина. Вот у меня розмарин не цветет пока. Я не знаю, с чем это связано. Подозреваюсь с тем, что ему здесь слишком хорошо. Обычно, ну, необычно, но часто растения цветут. Вот когда они готовятся умереть, когда им плохо, они чувствуют, что смерть близка, надо размножаться. Ну, собственно, как и люди. Поэтому, скорее всего, здесь, ну, и полив, поэтому он, как бы, себя слишком комфортно его льготно чувствует. Там, где я его вижу, вот где он высажен в парках, там южного берега Крыма, скажем, там никто за ним не ухаживает. Он на самых солнечных, на самых жарких, на самых освещенных местах, на самой бедной каменистой почве и цветет, и зимой, и вот я был сейчас в конце лета, тоже цветет. Ну, вот у меня пока я этого не добился. Я пытаюсь разгадать эту загадку, но с поливом здесь пока ничего сделать не могу. Либо, может быть, в конце концов, саженец высажу где-то еще в другом месте, где перестану за ним вообще ухаживать и посмотрю, что из этого получится. Так, вроде на все вопросы ответил. Я снимал уже видео про розмарин, где показывал его именно размножение. Размножать розмарин просто. Достаточно отрезать вот эти вот черенки, ставить их в водичку. Ну, естественно, внизу вот эти листочки обрывайте, ставите в водичку. В принципе, они дают корни. Может быть, не все, но большая часть даст корни. У меня в последнее время с размножением розмарина вообще как бы проблем не существует. Вот если поднять там ветку, сейчас я подойду, подниму, вы увидите все нижние ветки фактически соприкасаясь с землей, особенно если там есть флага, они фактически дают корни, они прекрасно укореняются. В связи с этим, ну, производство саженцев для меня не проблема. И такие саженцы я вам хочу сегодня предложить. Саженцы розмарина 80 гривен, но только по Украине. Пожалуйста, если нужно, обращайтесь. Все ссылочки в описании к этому видео. Пишите либо на почту, либо в фейсбуке. Там все написано. Ну вот, собственно, так кратенько про розмарин. Повторюсь еще раз, розмарину ничего не нужно. Нужно ему только солнце. У меня на сегодня все. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, заходите на страничку на фейсбуке САД Ежедневный Уход. Пробуйте, экспериментируй. Я экспериментирую. Не знаю, что будет дальше, но мне это интересно. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok